всем здорово всем привет разбираем control нет вот лично у меня на канале было множество вопросов в комментариях о том как делать стабильные позы какие-то ну либо вообще просто добиться какой-то позы от нейросети потому что можно хоть как угодно там детализировать prompt выбирать какие-то выражения но некоторые позы получить бывает просто невозможно можно делать там какие-то хитрости через имидж-to-имидж но это же не всегда гарантирует результат ну вот теперь для рисования конкретных поз появилась такая штука в составе которой есть вот именно инструмент для вот этой вот задачи называется control нет там несколько разных функций не только рисование поз и самое интересное смотрите сюда значит я эту штуку устанавливала когда ее не было в этом в официальном списке да то есть вручную а сейчас вот видите ли ее добавили то есть смотрите 15 число а сегодня у нас какое и сегодня вот 15 число то есть вот только что ее добавили сюда в официальный список автоматики поэтому просто берете нажимаете install и устанавливаете очень хорошо не нужно объяснять там куда все это копировать и так далее вот но модели все равно наверно скачать придется поэтому заходим на хагинг фейс набираем здесь control net значит первая строчка дальше файлы и версии и здесь вот будет папка модели здесь их 8 штук на данный момент короче по 5 гигабайт весьма так увесисто ну короче берем скачиваем их все по очереди дальше вот корневая папка автоматика extensions sd web ui control net в нем папка модели и вот сюда их все кидаем все все готово для того чтобы работать с control net очень здорово внизу под основными менюшками появляется вкладочка control net открываем ее для того чтобы включить это расширение нажимаем enable вот в этом списке мы выбираем модель то есть давайте начнем с кэнни самой первой вообще сколько здесь моделей столько по сути и функций у этого расширения выбираем кэнни также нужно выбрать к ней при процессор то есть тоже кэнни здесь в основном каждому при процессору нужно выбирать соответствующую модель дальше если у вас мало видеопамяти отмечаем вот эту вот галочку здесь контролируется вес то есть влияние этой картинке которую вы загрузите сюда и внизу место куда мы загружаем картинку с которой будем модифицировать результат который будет генерировать на россии и так мы начинаем с кэнни это такая штука которая сначала анализирует картинку на вводе делает из нее вот такие вот контуры то есть контуры не только вокруг объекта мой вокруг каждой детали очень насыщенная контурами получается картинка в общем она детектирует края объектов края деталей делают из них контуры ну и для примера возьмем такую картинку кидаем ее вот сюда здесь выбираем при процессор кэнни модель кэнни разрешение я здесь оставлю такое как на исходной картинке если картинка больше то есть например 1024 на 1024 можно выставить соответствующее разрешение но не всегда это нужно делать например для кэнни это хорошо но для позы например вот для этой модели можно оставить низкое разрешение там это особо не повлиять ни на что в промпте я напишу просто colorful art art station quality все просто нажимаем на generate в итоге нейросеть генерирует котика который сделан на основе вот этих вот контуров которые она обнаружила на вот этом вот изображении если у вас есть какой-то похожий line art то есть похожая картинка вот на такую если вы например сами нарисовали то вы можете тоже закинуть сюда ее в исходное изображение но вам нужно будет выбрать модель scribble вот это вот так же и при процессор scribble ну мы это сейчас сделаем в общем вот такой вот результат получается зависит от того насколько control нет хорошо детектировал вот эти вот края и простроил контуры вокруг объект идем дальше по списку дальше у нас депф то есть карта глубин карта глубины это вот такое изображение где белым силуэтом показаны объекты которые ближе к камере расположены серым цветом то что где-то на среднем плане и черным то что дальше все на основе этого нейросеть рисует свои картинки сюда можно закидывать как обычные изображения на которых ярко выражена плановость так и такие же карты глубины например возьмем вот такую картиночку и заклимая сюда чем это удобно такие вот картинки их просто обрабатывать фотошопе то есть просто вы белом закрашиваете то что ближе к камере то что хотите чтобы было дальше закрашивайте серым вот и все это очень удобно здесь в промте я просто напишу гай единственное что я поменяю это наверное высоту сделаем 768 под размер этого изображения в одном случае и также во втором выкручиваем на 768 ставлю на четыре варианта картинок генерирую и в итоге мы получаем фигуры корректно расположенной в пространстве то есть никаких косяков с расположением конечностей потому что нейросеть учитывает расстояние объектов где как они должны быть расположены и в соответствии с этим отрисовывать следующая модель следующая функция называется хэд здесь похожий принцип какую скры был только контуры здесь уже не такие строгие то есть вот такие вот нарисованы и соответственно результатом могут немножечко отличаться то есть мы это что-то типа альтернативной версии скрипал для примера возьму картинку вот такого вот кота вставляем его сюда опять пишем colorful иллюстрейшн of get art station top art нажимаем и получаем вот так вот красочный результат посмотрите вот из такой вот картиночки мы получили такую вот замечательную версию а вот эта картинка это то как нейросеть пытается распознать края объекта как видите это отличается от скры был где все с большой точностью с большим количеством деталей вырисовывается и анализируется это все в более такой свободной манере тем не менее несмотря на такой свободный контур у них здесь написано что эта модель старается сохранить как можно больше деталей и даже подходит для реколоринг и просто для стилизации какой то то есть если вы закиньте сюда какую-то фотку все детали на ней нейросеть постарается сохранить но и здесь на примере с котом мы как раз это видим что и положение усов и направление шерсти все это в мельчайших деталей здесь передано если вставить сюда просто вот такую картинку то детали конечно же отсюда пропадут эта модель учитывает именно фотку которая будет сюда загружена переходим дальше модель mlsd модель ориентирована на то чтобы детектировать строгие прямые линии и на основе этого делать какие-либо интерьеры либо экстерьеры берем вот такую вот картинку изображение комнаты здесь отчетливо видна перспектива которая уходит вот куда-то сюда закидываем в промте я пишу просто colorful room поставлю на 4 варианта и чтобы она не была слишком слишком перенасыщена я включу динамик лишь холдинг про который я рассказал в прошлом видео поставлю здесь на 6 разрешение верну обратно конечно же на 512 в квадратный формат и нажимаем generate в итоге на основе этой картинки мы получаем разные виды интерьеров здесь по-разному расположены объекты здесь разная цветовая гамма но сохраняется одно это перспектива главное которая выражена вот в таких вот линиях то есть это то как проанализировав картинку нейросеть ее поняла с точки зрения перспективы давайте попробуем эту же картинку закинуть в input и посмотреть что из этого получится хоп готово здесь ничего не меняем также нажимаем generate смотрите какие результаты то есть перспектива сохранена крупные объекты на месте мелкие объекты разные разные расцветка и все такое но расцветка зависит еще от вашего промпта то есть по сути сюда вы можете закинуть свой скетч какой-нибудь перспективы набросок комнаты интерьера и экстерьера и на основе этого нейросеть его отрендерит сделать детализацию покрасит сделать столько вариантов сколько вы здесь зададите а также в таком характере который вы напишите в промпте то есть очень классная штука идем дальше дальше по списку normal map normal map это карта нормалей и выглядит она вот таким вот образом то есть это каждый пиксель здесь представляет из себя угол поворота поверхности то есть в разные стороны под разным углом если вы работали с трехмерной графикой я думаю вы знаете как эта штука функционирует карты нормали могут изменять поверхность соответствии с тем что на них изображено давайте вставим вот такую картинку тоже картинка из нейросети и посмотрим как определит control нет правильное расположение насколько хорошо она вообще видит объекты напишем здесь в промпте то что есть на картинке и запустим вот так вот множество вариантов с парнями указующих в направлении объектива ну и как выглядит карта нормали карта нормальный выглядит вот так вот немножко крипово но тем не менее нейросеть видите пальцы то есть она более-менее правильно их отрисовала сильно косяков таких прямо здесь не наблюдается давайте посмотрим что будет если эту же карту нормали закинуть сюда с тем же промптом с тем же настройками посмотреть что получится из этого здесь нейросеть уже не сохраняет то схожесть которая была прошлый раз с фотографией ну и соответственно качество рук уже здесь сильно упала идем дальше дальше у нас очень полезная для художников модель open pose называется это вот то как раз о чем меня спрашивали в комментариях как делать стабильные какие-то позы смотрите берем например вот такой вот вариант то есть это тоже нарисованная нейросетью спортсменка закидываем ее сюда здесь разрешение 1024 на 1024 и если бы я выбирал модель например кенни я бы здесь так и поставил 1024 на 1024 но для модели с позой этого совершенно не нужно это будет избыточно я оставлю 512 на 512 ну и конечно же выберу open pose здесь и соответственно здесь давайте преобразуем девушку например в парня какого-нибудь мужчина в черном костюме нажимаем сгенерировать получаем вот такую интересную картинку то есть смотрите обратите внимание на позы какая была там какая здесь откроем и сравним их так сказать рядом друг с другом то есть как мы видим поза в принципе сохранена хорошо поэтому те кто меня спрашивал про то как сохранять позы для персонажей вот пожалуйста вам инструмент предназначенный конкретно для этого берете какую-нибудь картинку с позой которая вам нужна и нейросеть отрисует вам персонажа в этой позе вот и все работает неплохо если только конечности не скрыта за каким-то объектами где нейросеть их не может увидеть проанализировать и так далее большинстве случаев она видите отрисовывает вот такой вот скелетик и на основе него строит изображение идем дальше и дальше опять очень крутая модель и опять же для арта или художников но сначала давайте еще небольшую ремарочку по поводу open pose hand по идее вот этот при процессор предназначен для того чтобы распознавать руки жесты и так далее но для него пока нету соответствующей модели она обычная вот этой open pose она практически не работает поэтому вот эта штука здесь не представляет пока что особо пользы но дальше я думаю допилят и сделают так чтобы нарисите еще хорошо и руки рисовали вообще будет замечательно здорово и так выбираем скрибл я буду показывать на примере какого-то рисунка который я делал на прошлых видео не просто на прошлых а где-то там пару лет на назад где-то фигурировал вот этот мой рисунок значит здесь код в каких-то осенних погодных условиях летают листья значит берем кидаем его сюда и под формат изображения я выставляю разрешение это 638 на 768 то же самое сделаю здесь пишу антропоморфный код colorful арт-стайл четыре варианта и опять же я включу динамик трэш-холдинг поставлю на 7 и нейросеть сейчас будет отрисовывать именно по line-арту какой-то детализированный вариант давайте нажмем посмотрим варианты видите получаются слишком такие цветастые давайте попробуем конкретный цвет задать коту через prompt заодно проверим как это работает если мы захотим чтобы нейросеть раскрашивала что-то именно по нашему запросу по нашей воле так сказать вот это все сохраняем но дописываем я сейчас хочу увидеть чтобы куртка была фиолетовой красные были штаны и чтобы была белая обувь давайте посмотрим выполнить ли нейросеть наш запрос смотрите в одном из вариантов она все-таки сделала то что от нее просили в других вариантах наполовину поэтому будьте готовы к тому что придется дополнительно выставлять веса какие-то в промпте увеличивать cfg scale ну и так далее то есть делать свободную такую раскраску просто что-то отрисовать в какой-нибудь стиле это пожалуйста но если вы будете конкретно вот начинать задавать такие вот детали задавать какие-то цвета здесь придется выставлять веса побольше дальше есть у нас еще такая штука как fake scribble то есть фейковый скетч что-то типа того здесь уже нельзя вставлять вот такие вот скетчи которые вы нарисовали здесь нужно вставлять именно картинку с каким-нибудь изображением ну давайте опять же возьмем вот этого кота нейросеть будет из кота сначала делать scribble а уже потом раскрашивать эту картинку ну напишем просто cat colorful style вот так вот нейросеть сначала делает из картинки вот такой вот грубейший грубый скетч то есть ну опять же просто детектирование краев и на основе них отрисовка каких-то контуров но здесь мы видим слишком уж такой вариант грубоватый скажем так но то что получилось в итоге опять же принцип прикольно вот ну я лично сомневаюсь что этот вариант может кому-то пригодиться потому что есть другие варианты которые в принципе его заменяют то есть мы здесь видели и камни и хэт это все заменят вот эту штуку но тем не менее она может дать какие-нибудь разные результаты дальше последняя модель которая называется seg то есть сегментация нейросеть здесь определяет объекты и закрашивает их вот такими сплошными заливками на основе этого раньше тоже нейросети делали такие технологии по раскрашиванию картинок это было бы прикольно если вот этим разным сегментом можно было бы задавать какие-то конкретные значения но здесь это просто работает в таком автоматическом режиме нейросеть сама что-то там определяет сама потом это раскрашивать вот эта последняя модель она как видите здесь у меня выскакивает с ошибкой то есть никак ее пока запустить не получается но это не страшно потому что как авторы сами говорят она предназначена несколько для другого то есть directly draw segmentation то есть вы пишете например какое-нибудь слово например кустик этому кустику здесь вот в этой модели вот на этой картинке должен задаваться какой-то цвет вы этим цветом рисуете где он должен находиться и нарисовать будет его именно вот там от рисовать то есть больше нигде на картинке такой объект присутствовать не будет потому что все будет закрашена в другой цвет цвет который будет принадлежать другой сегментации вот такая штука когда ее реализуют она может дать намного больше контроля сейчас здесь такого нет отсутствует полностью работает в автоматическом режиме вернее не работает у меня на воскакивает с ошибкой поэтому на эту модель есть некоторые надежды над чем-то похожим кстати работает nvidia в общем по итогу мы здесь имеем очень интересные три модели которые пригодятся раскрашивание перспективы вот как на этой картинке покраска line art а через scribble и определение конкретных поз вот как раз то о чем многие просили вот пожалуйста для вас готов функционал берите пользуйтесь здесь кстати тоже классный пример как это работает теперь вы можете рисовать скетчи до стадии line art а остальную работу поручать нейросети ну и на этом все благодарю всех кто зато лайки подписывается до следующих видео всем удачи всем покидово